Ну что ж, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисан, мы продолжаем строить наш дом в каком-то средневековом стиле, я если честно еще до сих пор не понял, что это за дом, но давайте уже наконец-то его попытаемся закончить, то есть попытаемся достроить его. Вот тут у нас должно быть вот так, замечательно, это мы убираем и вот так, тут мы ставим панель, вот так и это нужно сделать по кругу всего дома, если честно я согласен, что это будет долго, например вот так это все ставить, потом это удалять, ставить сюда панель, это закрывать, видите там у нас уже подвал виден, поэтому я и не закрывал, ой, я и не закрывал нижний этаж, как я говорил, нашей постройки, потому что он пригодится для подвала, вот так ребята, это нужно сделать все, вот тут еще знаете, что можно сделать, вот тут еще давайте, один, два, три, нет, даже два, и тут можно поставить вот так, будем, ой, нет, вот так, это действительно будет долго, ребята, я не знаю, стоит ли это перематывать, не стоит ли это перематывать, кто хочет, перемотайте, я вас не держу туда, чтобы смотреть, как я вот это все буду строить, но мне будет приятно, если вы останетесь и посмотрите весь процесс постройки. Ребята, так, давайте быстренько, чтобы действительно не затягивать, потому что это все вокруг дома делать, это, ну, скучно, да, даже мне скучно вот это все вокруг дома делать, потому что это занимает действительно много времени, вот так. Но, если вот это все строить, например, в одиночке, да, как я говорил, то это, ну, максимум займет у вас там пару часов, а почему? А потому что нужно добывать ресурсы, а большое количество нам нужно шерсти, то есть больше чем, хотя приблизительно два стака, если честно, нам нужно, чтобы построить этот дом в одиночке. Поэтому все, что вам нужно, это большое количество шерсти, если вы ее найдете, то, можно сказать, дом уже построен, если нет, то нужно искать коровок, вот эти какие коровок, нужно искать овечек, не убивать их, а просто, не резать, а просто красить у них, да, ихнюю шерсть, то есть, дай мне шерсть, спасибо, пока, и все, и так искать кучу, кучу овечек. А если у вас есть там, например, ферма овечек, да, то это вообще быстро будет, вот так, ребят, у нас получилось, как я заметил, тут я забыл, да, и по кругу я тоже еще забыл, например, ага, тут у нас есть, вот тут у нас есть, чтобы ночью никто не спавнился, и вот тут я забыл, чтобы по кругу у нас было, вот так, ребята, то есть, все, тут уже домик готов, мы можем спускаться уже в подвал. Вот так у нас, ребята, получился подвал. Что нам нужно? То есть, давайте вот так поставим, это у нас тут спуск в наш подвал, это все нужно продолжить, то есть, смотрите, ребята, тут у нас идут, вот, видите, почему я вот это все так смотрел, опускал, чтобы даже в подвале у нас были видны вот эти деревья, да, чтобы было более так, знаете, как поддержка дома, фундамент, чтобы более так красиво смотрелось, что ли. Вот тут, я не знаю, честно, вот тут мы можем вот это все вот так сделать, я просто сейчас думаю, знаете, вот тут мы прорезаем, вот так, и вот тут мы тоже продолжаем. Замечательно. Вот тут мы можем по кругу сделать вот так, допустим, да? А вот тут, вот тут вот так. Я не знаю, как это будет смотреться, если честно, то есть, я планировал, что мы везде будем стоять булыжник, но с булыжником будет очень однообразно, как по мне. Поэтому нужно какое-то разнообразие, можно и дожки где-то поставить, да, я надеюсь, все со мной согласны. А, и сейчас, ребята, строим пол, да, вот это все. Ну вот, ребята, практически я уже достроил пол, это, ой, нет, это, это сюда, это сюда. Вот так, все, ребята, тут у нас, я не знаю, ребята, честное слово, вы можете тут делать, что хотите. Я еще раз повторяю, что я не хочу вот сейчас строить вот это все, да, то есть, дизайн придумывать. Вы можете сделать все, как желает ваша душа, то есть, это дождь, если честно. Я люблю дождь, но вот тут он уже падает, я не знаю, прям, знаете, очень ему хочется как-то падать, потому что он уже начинает просто, я не представляю, какой раз подряд падать. Вот, например, вот так, да, и все, то есть, я париться по этому поводу не хочу. Так, это, я не знаю, куда это можно поставить, допустим, вот так, вот так, и все. Вот тут стройте, делайте, что хотите, тут у нас подвальчик, даже есть небольшой вид наружу. Что мы будем делать вот тут? Тут можно сундучки поставить, какие-то скрытые, и вот тут, хотя, я не знаю, честно, вот тут тоже можно, например, вот так, да, тут у нас бронька будет храниться. Вот так. Хочу сделать что-то хотя бы элементарное. О чем я говорю? А, например... Ну, хрен его знает, честно. Вот так, вот так, чтобы хотя бы немного. Я не говорил, что я не буду заниматься дизайном, но это такие пустяки небольшие. Тут, я не знаю, ребята, вот тут, что пожелает ваша душа. Вы можете тут себе камень сделать. То есть, я не хочу его сейчас сделать, поджигать, потому что вдруг он не очень такой рабочий, и просто-напросто сожжет нам тут все вокруг, да, а этого нельзя допустить. То есть, например, как-то вот так, тут, хотя нет, это уже какой-то длинный будет. Например, вот так, тут, 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 ставим вот так. Так, вот тут, ставим вот так, типа, делаем вид, что это у нас, что это у нас камин, да. Но все же, ребят, я говорю, ребята, вы можете сделать что хотите, но я не буду тут строить камин, потому что это все может поджечься. Тут можете коврики сделать, тут можете кровать поставить, в принципе, тут кровать и должна быть, вот тут. Ну, и можете украсить все вокруг, но я сейчас просто занимаюсь нашим домом в том смысле, что я просто-напросто... Вот это все делаю сам дом, то есть снаружи, а как оборудовать его внутри, это уже, ребята, ваше дело. Вот тут, как видите, у нас также пробиваются солнечные лучи через окошки, вот тут, вот тут, вот тут, в принципе, даже можно вот так, тут и должно вот так быть. Вот так. Это быстро, ребята, не паникуйте. То есть, вот, 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 все, готово, но тут еще, да, осталось, и пол еще остался. Все, пол у нас готов, и, ребята, вот такая у нас еще небольшая комнатка получилась. Вот тут, в принципе, тоже еще можно вот так, да, поставить, вот. Тут можно двери поставить, или, ну, это вот такой, если честно, мне почему-то вот этот подвал смахивает на какой-то винный погреб. Я не знаю почему, но у меня какие-то ассоциации с ним. И все, ребята, тут вы можете ковры ставить, кухню делать с камином, или, там, гостиную. Тут можете спать, там, кровать ставить, двойную кровать боком, да, там, с девушкой своей спать. Как хотите, ребята, я просто сделал дом снаружи, внутри, но я не занимался дизайном. То есть дизайном вы, если хотите, можете сами заняться и сами вот это все сделать, и расставить, как желает ваша душа, а не так, как я построил. Вот у нас подъем на второй этаж, точнее, ну, я не знаю, это второй этаж, но это не второй этаж, это крыша, да. Тут еще можно люк поставить, например, чтобы... Я не знаю, ну, в принципе, если честно, я не очень люблю люки, потому что они хреново иногда открываются, и это иногда бесит. И прямо очень бесит. Я не знаю, как у вас, ребята, вы любите люки. Просто у меня они как-то заедают. Вот, например, люк там есть, да, чтобы вылезти, ну, нужно как-то отступать. Хотите, поставьте, ребята, я не буду ставить. Давайте еще один день включим. Ну, все, ребята, вот я построил дом. Сколько третья серия заняла? Около 10 минут. Ой. Хотите, стройте, хотите, не стройте. Я показал вам дом, который я хотел построить, но что еще не сочетается, это вот это. То есть, с той стороны вот так. И сейчас уже полная соответственность двум частям, и вроде все, мы, ребята, достроили. Как я говорил, он будет немного похожим на наш дом. То есть, те же бревна. Но сейчас не камень, а брикстонс. Хотя у нас там тоже есть подвал, но без окон. Есть крыша. В принципе, у нас там тоже крыша есть, но там у нас крыша как второй этаж. Есть балкончик. И, ребята, можете делать с этим домом что вам угодно. Я вам показал. Буду благодарен, если вы его, например, будете где-то использовать. Потому что будет круто видеть где-то мои дома. Что люди увидели и строят их. Ребята, на этом мы заканчиваем. Я извиняюсь, если долго получилось. В том смысле, что три серии, да? Так я не буду, потому что, смотрите, у меня как-то... О! Как-то глючит. Вот так вроде нет. То есть, три серии получилось. Мы строили это долго. Но все же, ребята, я благодарен, кто остался до конца. И кто... Ну, давайте сейчас починусь. И кто досмотрел постройку этого дома до конца. Я еще раз извиняюсь, потому что, как я говорил, я заболел. А эти все три серии, то есть три части, сделаны в один день. Поэтому, может, у вас там оно выйдет где-то через неделю. Да, каждая часть. Но я их сделал все в один день. И я еще до сих пор хреново себе чувствую. Но все же, ребята. Давайте на этом заканчивать. С вами был Эдисон. Я очень надеюсь, что вы поставите лайк и оставите свой комментарий. Если вам понравилась постройка. И если вы хотя бы хотите видеть иногда разнообразие. Тут, конечно, еще тоже можно какое-то озеро сделать. Там на заднем... Заднем дворе тоже беседку какую-то сделать. Деревья большие повыращивать. Потому что с деревьями это будет очень круто смотреться. Но... Это, ребята, уже на ваше осмотрение. Хотите делайте, хотите нет. Все, ребята. На этом мы заканчиваем. Всем все за просмотр. Всем удачи. И всем... Пока. Не забываем поставить лайк, если вам понравилась постройка. Пока.